Имя Нихуэл Мой отец был чистым нацистом. Моя бывшая семья должна быть поклонялась Люциферу. Вы чувствуете себя потерянным. Во имя Могущного Иисуса Христа. Вон из нее. Выходи. Вон из нее во имя Иисуса. О, нет, 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 нет. Что ты с ней сделал? Отвержение. С момента ее рождения. Почему вы вызвали неприятие ее жизни? Ее отец ненавидел ее. Он просто увидел ее и сказал. О, это снова девушка. Мне не нужны девушки. Она будет для меня просто проституткой. Я буду зарабатывать на ней свои деньги. Я прокляю жизнь. Ее семью. Все. Она моя. Она моя. Она моя. Ей никогда в жизни не повезет. Ни с одним мужчиной. Меня давно звала семья. Колдовство. Итак, ты демон. Твое время в этом теле истекло. Вон во имя Иисуса Христа. Вон. Вон во имя Иисуса Христа. Будьте свободны во имя Иисуса Христа. Будьте свободны во имя Иисуса Христа. Я объявляю вас свободны во имя Иисуса Христа. Вы сегодня свободны. Вы сегодня свободны. Благодарю тебя, Господь. Итак, Иисус освободил тебя, сестра. Меня зовут Кристель Прейк. Я из Германии, Гамбург. Сегодня, когда мудрец Гарри коснулся моей головы, я не ожидала, что заговорю. Но как-то что-то началось. Некоторые моменты разговора я помню. Он говорил что-то вроде «Она моя, я отверг ее». Оторжение началось в моей семье. Во-первых, могу точно сказать, что мой отец был очень грубым человеком. Нечего сказать. Даже моя мать отвергла меня. И как-то ей нравилось даже рассказать нам такие вещи. Что он, увидев нас, просто сердился и кричал, и ругался. Потому что это опять была просто девчонка. И он заставил ее, заставлял родить сына. Потому что у нее было желание, план и очень плохой. И я знала все эти вещи. Но я даже говорил об этом. И думала, что внутри у меня все прояснилось. Но такое неприятие... Да, это происходило всю мою жизнь. Даже в случае замужества, парня или мужчины. Мой отец, прежде всего, умер. Во-вторых, когда мне был 21 год, еще в юности и во взрослой жизни, я пыталась с ним встретиться. Я пыталась спросить его, почему он такой, скажем так, плохой отец. В то время я даже не была христианкой. Но на моих глазах он снова начал серьезно употреблять алкоголь. И он даже говорил мне, что мое тело выделило как-то не так. И это было не так сексуально привлекательно, как у моей матери. И я спросил его, о чем ты говоришь? Моя мать, моя мать, а я твоя дочь. Но ему все наравно было. Как вы себя чувствовали в детстве, когда росли в такой среде, и имели такие отношения с вашим родителем? Ты чувствуешь себя потерянной. Итак, сестра, злой дух продолжил и сказал, что проклял твою жизнь, твою семью. Итак, не могли бы вы рассказать нам несколько слов о своей жизни? Как этот злой дух повлиял на вас в финансовом плане, на личную жизнь, на вашу карьеру, отношения с другими членами вашей семьи? Что вы скажете об этом? Да, я могу сказать две вещи. Во-первых, у меня была бабушка, которая, я полагаю, была хорошей верующей, настоящей верующей. Она не была крещена Святым Духом, но она молилась за нас и была соединена с Богом. И я уверена, что она была благословением, потому что я всегда слышала, что она молится за нас и благоставляет нас. И поэтому оба раза я много боролась. Но я всегда находила себя сильным человеком. Я помню время, когда вся школа, и каждый ребенок этой школы находились под влиянием одной плохой девочки. И из-за некоторых туфель, которые я носила, она заставила всю школу смеяться надо мной. Подобные вещи происходили со мной в школе. Меня тоже любили. Потому что я была очень радостным человеком. У меня была некоторая радость, и я могла это передавать. Но всякий раз, когда я это делала, в другом углу кто-то серьезно противостоял мне. Когда я закончила школу, мама попросила меня уехать к 17 годам. У нее был новый брак. И мне так надоел мой дом, что я просто усердно работала, чтобы иметь собственную квартиру. А к 17 я ушла. Из этого момента моя мать даже не заботилась обо мне. Так что к тому времени, когда я стоял, у меня было много сумасшедших друзей. Мы были панками, красили волосы. Мы просто выходили на все, что только можно вообразить. Это было долгое время, когда моя жизнь продолжалась так. Тогда я встретила свою первую, как я называл ее раньше, никогда больше не назову, свою первую любовь. И казалось, мало что изменилось. Я даже устал от своих друзей, моих немецких друзей. Потому что то, что они делали, было очень разрушительным. И эти новые люди, они были из Камеруна. Большую часть времени, и он даже был камерунцем. Они дали мне несколько новых способов. Это означает, что они не пили так много алкоголя. Они устраивали вечеринки, на средней манере и так далее. Но даже у него был план на меня. И он его выполнил. И план состоял в том, чтобы, во-первых, постоянно иметь рядом с собой его подружек, не сообщая об этом. И в последнюю очередь он хотел просто иметь свои документы, чтобы он смог остаться в Германии на некоторое время. И использует это как там, чтобы заработать деньги. А затем... И так бредовая история. Итак, мы можем понять, что у вас была беспокойная жизнь с тех пор, как вы были молоды, с тех пор, как вы были ребенком. Расскажите, пожалуйста, об остальных членах вашей семьи. У тебя бы есть братья и сестры? Да, у нас было пятеро детей в доме. Нас было пятеро. И вся моя семья была так разрушена. Не могли бы рассказать о них в двух словах? Да, моя первая сестра старшая. Она даже родилась заново. У нее возникла серьезная проблема. Она начала быть против меня со дня на день. Это было к тому времени, когда я должна была поститься и молиться. Я молилась все это время. А потом было даже так, что у меня были проблемы с собственным сыном. Они выступили против меня и жаловались на меня. И это было еще больше проблемой. После этого я с ней не общалась. Когда мой брат увидел меня с парнем, он подошел к мальчику и сказал ему, что я не хорошая женщина. Я не обязательна, чтобы он любил меня и лучше нам расстаться. У нее никогда не было хорошего мужчины. У нее никогда не будет. Он даже говорил так. Сестра, что вы можете сказать о голосе в семье? Мы просто хотели бы услышать несколько слов об этом. Что я знаю, так это то, что мой отец был чистым нацистом. Он ненавидел еврейский народ. Он был алкоголиком. Его мать пристрастилась к наркотикам. Его собственный отец время от времени серьезно ссорился с ним. Это было настолько опасно, что они могли убить друг друга. И то, что я увидела в своем духе, я не могу сказать, было это до или после избавления. Я видела очень темное небо. Я видела пламя. Я видела эту свастику, гитлеровский крест. И я увидела две развилки и место, где моя бывшая семья, должно быть, поклонялась Люциферу. А как вы себя чувствуете сейчас после молитвы? Я чувствую себя вымытым ребенком, который просто устал и в хорошем состоянии, в очень хорошем смысле. Но я чувствую себя легче, чем раньше. И я уверена, что буду чувствовать себя легче день ото дня все больше и больше. У меня гораздо больше возможностей снова молиться и читать, изучать Библию. И я даже текла, выходя к людям, говоря об Иисусе. Я всегда прошу Господа дать мне сил, даже когда я борюсь в своей работе, очень много работаю, что у меня была бы сила молиться. У меня будет сила не только читать книгу, но и позволить Слову Божьему действовать во мне, размышлять над этим Словом. Я продолжу свое поклонение, и я проживу с Ним всю свою жизнь, поскольку Он первый, Он выше всех. Аминь! Аминь! Спасибо большое! Храни вас Бог! Ай, Мануил!